Напоследок смешная юморезка. Я вас не могу оставить без юморезки, ребят. Сейчас вам будет история, с которой вы просто охуеете. Многие из вас знают, что я в своё время... Нет, я очки надену, блядь, я не буду без очков говорить. Многие из вас знают, что в своё время я ездил в Америку по программе Work and Travel и работал там. Я работал в Вашингтоне и я работал в Канзас-Сити. Канзас-Сити это достаточно интересный штат, который очень сильно у нас похож на такой средний Башкортостан. То есть в целом там типичные живут работяги и всё бы ничего, но однажды одним погожим вечером я заметил достаточно странную картину. Недалеко от заправки, где я обычно покупал себе сигареты, а на тот момент я курил, некий странный дед начал докапываться до какого-то юнца. До какого-то юнца и... Типа говорил ему... Не хочешь посмотреть мои медали? У меня дома. Я сейчас не пью. Он типа там спрашивал... Я не хочу смотреть. Ваши медали. Он такой, почему ты не хочешь смотреть мои медали? Ну потому что мне это неинтересно. Дед, блядь, знаете, чисто как такой адвокат выморачивает аргумент. Типа из разгляда, значит ты не уважаешь ветеранов войны. А там, короче, в Америке очень часто вот всех тех, кто участвовал там в Ираке, да, так далее, там если заходит Марина, то там сразу все хлопают, прям как бы обожают их. И типа, знаете, такой аргумент, значит ты не уважаешь ветеранов войны, да. И пацана, это, короче... Типа застало врасплох. Это как у нас, типа, спроси, значит ты Путина не уважаешь? Пацан, короче, потерялся, он не знал, что ответить, буквально вот он не знал, что ответить. И проблема была в том, что вообще никого не было вечером рядом. То есть я буквально, я такой, короче, ну... Такой сигаретку распаковываю, я стою на другой, вот скажем так, писать, вот этот микрофон. Это вот заправка, вот тут вот стоит чел, блядь, вот этот... Чел с пацаном, и тут стою и я. Я такой, типа, спрашиваю, ну, типа... Как дела, пацан? Типа, всё хорошо, что пацан не знает, что сказать. Он такой, типа, блядь, ну... Да, как... Ты что-то промямлил, я вот такой говорю? Слушайте, ну я такой начинаю вмешиваться, типа, спрашиваю. Слушай, этот самый парень, ты, кстати, не подскажешь мне, не можешь показать мне, где этот самый находится? Блядь, типа, отель такой-то, такой-то. Да, мы в тот момент в отеле находились, потому что не можешь мне показать, где отель находится? а проблема в том что я хоть и был бритый но я был на тот момент волосатый и поскольку все время загорал там как бы работал да я выглядел достаточно всрато и короче у пацана пацан испугался и меня и буквально стал выбор либо блять идти смотреть медали с дедом отправиться в какие-то непонятные места со мной вот молча как блять он такой стал такой вот буквально убежал через дорогу в итоге мы остались вдвоем просто узнаешь с этим дедом блять к рыбовой тишине нет посмотрел на пацана до бедя до пацана до бедя и просто волчь ушел и в этой маме и в этой во всей ситуации не столько вот один момент который меня достаточно вот я блять до 100 уёбок что ли тогда был что пацан во первых он мало того что он конечно понял то что я хотел предложить ему помощь но он настолько вот вам не уехал критит сказал ну нахер вот все ребят вот на этом я думаю можно потихонечку заканчивать своим я не смотрел медали деда блять то вы чё нет дед не убегал от меня ну смысле дед кто спринтовал от меня дед меня не боялся все ребят до скорых встреч писюн до плеч давайте давайте